В ноябре 2021 года была опубликована 58-я редакция рейтинга 500 самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира. Рейтинг топ 500 публикуется два раза в год, в июне и в ноябре. В 58-ю редакцию рейтинга вошли 7 российских суперкомпьютеров, что позволило России занять 9 место в мире по количеству суперкомпьютеров топ 500. Самым мощным российским суперкомпьютером стал Червоненкинс компании Яндекс, занявший 19 место. Его производительность 21,5 петафлопс. Кроме него в ноябрьский рейтинг попали еще два суперкомпьютера Яндекса – Галушкин и Липунов, два Сбербанка – Кристофари и Кристофари Нео, один суперкомпьютер МГУ – Ломоносов-2 и один компании МТС – Гром. С 2010 года суммарная производительность российских суперкомпьютеров, входящих в топ 500, выросла в 90 раз – с 0,8 до почти 74 петафлопс. А производительность самого мощного суперкомпьютера выросла более чем в 60 раз – с 0,35 до 21,5 петафлопс. В 2021 году доля производительности систем из России от всего топ 500 выросла в 6 раз – до 2,4%. Это позволило России занять 8 место по суммарной производительности суперкомпьютеров топ 500. С 2010 по 2014 год самым производительным российским суперкомпьютером в топ 500 был Ломоносов. В 2010 году он занял 13 место в рейтинге с производительностью 0,35 петафлопса, а через год он снова занял 13 место, но уже с производительностью в 0,67 петафлопса. С 2014 по 2019 год самым производительным был Ломоносов-2. В 2014 году он смог занять 23 место в рейтинге. С 2019 по 2021 год самым производительным был Кристофари. Он смог подняться на 29 место. А в 2021 году самым производительным российским суперкомпьютером стал Червоненкинс. В рейтинге топ 500 он занял 19 место. Его производительность – 21,5 петафлопс. Самый мощный из общественно известных российских суперкомпьютеров «Червоненкинс» находится в Сасове Рязанской области. Там же находится и Липунов. Суперкомпьютер «Галушкин» находится во Владимире, а Кристофари и Кристофари Нео в Москве, в Сколково. В Москве также находится «Ломоносов-2» и суперкомпьютер «Росгидромета», где находится «Гром» мне неизвестно. Если вам понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать в комментариях своё мнение о рейтинге топ 500 и о перспективах России в этом рейтинге. Редактор субтитров А.Семкин